Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Гражданин Швец, откройте дверь. Ивановна, у тебя есть ключи от 519-го? Есть. Открой. Гражданин Швец! Что там такое? Двадцать минут стучу, стучу, никто не открывает. Сейчас посмотрим. Алексей Юрьевич, я же вас пустила как приличного человека. Вы мне обещали до 12 часов освободить номер, а уже полтретьего. Да, сюда скоро спортсмены приедут. Супить, что ли? Гражданин. Гражданин! Скорую. Надо срочно вызывать скорую. Все будет вечно жить в наших сердцах. Минуты прощания. Ранним утром в киевскую гостиницу «Русь» заселился Алексей Юрьевич Швец, председатель пилипчанского колхоза «Ленинский шлях». Поскольку заселение в номер начинается с 11 часов утра, Алексея Юрьевича оформили как заехавшего накануне. В полдень он обязан был освободить номер. Постояльца такие условия устроили. Оформили гостиничный формуляр, где в графе «Цель поездки» швец указал «Командировка». А в 14.30 в номере обнаружили его тело. Без всяких признаков насильственной смерти. Оперуполномоченный Григорий Шийко и криминалист Нонна Красноух осматривали гостиничный номер, в котором обнаружили тело швеца. А с того момента здесь ничего не изменилось? Нет, я только телевизор выключила. Вы же знаете, что ничего трогать нельзя. Экономим электроэнергию. Боже мой, вот он где. Я его искала, искала. Отпечатков пальцев нет. Но есть какие-то странные следы. Сеточка. Как от ткани. Заберем на экспертизу. Временно. Так-с. Вот это у нас что под столом? Тут кодовый замок. Я его аккуратно в отделение вскрою. Хорошо. О, Веленович, на минуточку. Так что скажете? Сердце? Возможно. Вскрытие покажет точно. Но запах алкоголя чувствуете? Ну, с сердечниками так часто и бывает. Что-то примут лишнее. Председатель колхоза в командировке, да еще и с утра. Администратор гостиницы сообщила, что утром к швецу кто-то приходил. Может быть, Леонида Ильича помянули. Так, давайте поподробнее. Какой мужчина? Председатель колхоза умер 15 ноября 1982 года в день похорон Леонида Ильича Брежнева. Генеральный секретарь ЦК КПСС скончался 10 ноября. Прощание с ним продолжалось 4 дня. По всей стране объявили траур. Запретили все развлекательные мероприятия. А по телевизору с половины 11 до 15.30 транслировали церемонию прощания. По документам швецу недавно исполнилось 50 лет. В ситуации, когда умершему меньше 70 положено провести вскрытие. По предварительному заключению патологоанатома, причина смерти остановка сердца от передозировки сердечных гликозидов. В небольших количествах эти вещества возбуждают сердечную деятельность. Но если превысить дозу, то лекарство нарушает работу сердца и вызывает спазм, способный убить. В крови умершего нашли также алкоголь. Всем известно, что сочетать выпивку с лекарствами крайне опасно. Не мог этого не знать и председатель колхоза. Оперативники позвонили в Белоцерковскую районную больницу, где Швец стоял на учете. Оказалось, что Алексей Швец регулярно проходил диспансеризацию и делал кардиограмму. На сердце никогда не жаловался и сердечных препаратов не употреблял. О смерти председателя сообщили его единственной дочери, которая жила в Белой Церкви. Через два часа она была в Киевском морге номер два. Я, конечно, понимаю ваши чувства, но у меня к вам несколько вопросов. У нас есть все основания считать, что вашего отца убили. Что? Скажите, у него были враги? Я не знаю. Нет. Нет. Скажите, а с кем он мог встречаться в Киеве? У него были знакомые, но я их не знаю. Кто? Кто его убил? Все, спокойно. Тише, тише. Все, спокойно. Кто его убил? Простите, нам нужно идти. Все, спокойно. Спокойно, тише. В дипломате покойного среди кип и бумаг нашли сберкнижку. По последней записи, вскоре после открытия сберкассы, в день своей смерти, покойный снял с нее 9,5 тысяч рублей. В Киевском отделении подтвердили. Вкладчик предупредил заранее, что 15 с утра снимет эти деньги. Но в номере денег не нашли. Возможно, Алексея Швеца убили именно из-за них. Администратор видела, Швец выходил из номера примерно в 9.30. Затем вернулся, не один, с мужчиной. Ему Швец передал какой-то конверт. В журнале регистрации посетителей значилось Шарков Виктор Петрович, 35-го года рождения. По гостиничным правилам были записаны серия и номер паспорта. Оперативники навели справки о Шаркове. Оказалось, что он не так давно досрочно освободился из мест лишения свободы и ходил отмечаться в отделении милиции. Сотрудники райотдела сообщили, что с 1968 года Виктор Петрович Шарков работал в колхозе «Ленинский шлях» бухгалтером. В 1977 году его посадили за приписки. Отсидел три года после возвращения из тюрьмы, женился на киевлянке. В настоящее время работает в киевском гастрономе номер 6 грузчиком. Гражданин Шарков? Да. Оперуполномоченный Шийко. Мне известно, что вы знакомы с Алексеем Юрьевичем Швецом. Поговорим? Я так и понял, что вы из милиции. Скажите, что вас с ним связывает? Приятели мы. Когда я вышел, он единственный, кто не отвернул от меня морду. Как некоторые. Это неудивительно. Вы его в свое время здорово прикрыли, он по вашему делу ушел как свидетель. Что было, то прошло. Скажите, а вы в курсе, что в гостиничном номере Швеца была крупная сумма денег? Нет. А администратор гостиницы утверждает, что видела, как Швец вам что-то передавал. Передавал, но не деньги. Вы же сами сказали, что у него была сумма. Зачем тогда ему надо было меня звать в гостиницу, чтобы их передать? А что? Это мое дело. Гражданин, мы тут расследуем дело об убийстве. И вы наш пока главный подозреваемый, поэтому извольте отвечать на поставленные вопросы. Что? Да, Швец был найден мертвым в своем гостиничном номере. Такой человек был. Шаркова потрясла новость об убийстве Швеца. Было видно, что мужчина узнал об этом только что от оперативника. На вопрос, зачем приходил в тот день погибшему, сообщил, решил просто повидаться. Зашли в гостиницу, чтобы на улице не мерзнуть. Зайдем по пятьдесят. Да ладно ты, зайди. Сто лет не виделись. Нет, Юрьевич. Нынче я карьеру грузчика делаю. Надо бежать. Ты как-то говорил, что у тебя в Киеве нотариус толковый. Есть, Сергей Сергеевич. Нотариальная контора тут недалеко. Дело к тебе будет. С меня мог адыть. Швец попросил приятеля занести бумагу нотариусу, чтобы тот ее заверил без проволочек и очередей. Добро. Пускай нормально напечатают или на бланке оформят. А то я пишу, как курица лапой. А я где-то в час зайду и все подпишу. Да тут недалеко, Горького 16. Ко мне сейчас должны прийти, а потом по делам бежать нужно. Вечно ты, Алексей Юрьевич, меня припахиваешь. Так можно зайдешь? Нет, 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 мне на работу. Все, пока. Здрасте. Здрасте. А что за бумагу он вам передавал? Завещание. А, кстати, вот он у меня с собой. А почему нотариусу не отнесли? У нотариуса дверь была закрыта. Заболел нотариус? За других я не знаю. Согласно написанному почти все свое имущество, Швец собирался завещать некой Фидорчук Наталье Петровне. Дочь его, Анна Швец, жена... Жена умерла. А скажите, этот человек вам знаком? Да помню. Откуда я знаю? Ну ладно, мне надо идти. Подождите, подождите минуточку. Жду вас завтра в отделении милиции для дачи официальных показаний. В 9.30 утра. Попрошу не опаздывать. Всего доброго. Ну ладно. Дарья Романовна, тот посетитель Шарков, он утверждает, что швец ждал кого-то еще. Скажите, мог кто-то пройти незамеченным? Понимаете, я в это время похороны смотрела, гробы с колонного зала в насилии. Ну понятно, вы ничего не заметили. Хотя... Администратор гостиницы рассказала, что во время трансляции похорон Брежнева краем глаза видела, как мимо нее прошел мужчина в черном. Я думала, что это актер наш. Живет здесь уже недели две. Каждый день новые наряды наряжаются. На кинопробы ходит. Но его никто не берет, вот он и пьет с горя. Хотя Ивановна, уборщица наша, говорит, что его уже дня два не видела. Так кого вы видели? Высокий. Волосы черные. И весь сам в черном. Всего доброго. До свидания. Товарищ следователь, ой, товарищ следователь, погодите минутку, пожалуйста. Вот такое дело, когда Даша Береманна открыла номер спокойненько, я вот это с пола подняла. А не могло это остаться от предыдущих жильцов? Да что вы, у нас гостиница образцового порядка, убирай я хорошо. Просто странно, одежды с бисером у него не могло быть? Не, он же не артист. Спасибо. Пожалуйста. В этот же день вечером следователь Комаров вызвал к себе Анну Швец, дочь погибшего, и ее жениха. Девушка не знала, зачем отец приезжал в Киев и для чего он снял со сберкнижки 9,5 тысяч рублей. Может, хотел нам на свадьбу подарок привезти? А на когда запланирована свадьба? Девушка рассказала, что еще полгода назад определили дату – 13 ноября, но 10-го умер Брежнев. В стране объявили траур, поэтому бракосочетание перенесли на неделю. А где вы были позавчера с утра до половины третьего? Мы с Шуриком были дома. В Белой церкви. Жених Анны сказал другое. 15 ноября в это время они были в фастове. У нашего друга Андрея Прощенко. Аня просто из-за стресса путается. Мы проверимся. Следователь записал адрес Андрея Прощенко. После Комаров перешел к самому неудобному вопросу – о наследстве покойного. Ваш отец составил завещание. И наследницей указал некую Федорчук Наталью Петровну. Знаете ее? Ей? Это... Конечно. Наверное... Она его на это и надоумила. После... По словам дочери, после смерти матери Алексей Швец несколько лет жил один. А недавно повариха колхозной столовой Наталья Федорчук стала приходить помогать ему по хозяйству. И закрутила с ним роман. Простите. Снова. Простите. Я в водичке. В гостиничном номере найден мертвым председатель колхоза Алексей Юрьевич Швец. Причина смерти – передозировка сердечных гликозидов. Сыщики выяснили, что при нем была крупная сумма. Она исчезла. За несколько часов до смерти к Швецу приходил Виктор Шарков, бывший бухгалтер его колхоза. Тот рассказал оперативнику, что Алексей попросил его заверить у нотариуса завещание. Все свое имущество Швец хотел оставить не единственной дочери, а сожительнице Натальи Федорчук. Держи. Пей. Простите, а можно завещание посмотреть? Да, да. Ну, я вам как юрист скажу, нотариально не заверено, а значит, юридическая сила не имеет. Да, вы правы. Считайте, вам повезло. Скажите, у вас все? Мы просто спешим на электричку. Я вас не задерживаю. Спасибо. Простите. Идем. Простите. Нереалин. Дежурный? Там мимо вас сейчас будет Швец проходить и Иваненко. Пусть кто-нибудь из них вернется, лекарства забыли. Бисер, найденный в номере погибшего и тот, что обронила Анна Швец, был чешского производства. Разных оттенков, но бусы Анны были разноцветными. Эксперты проверили состав капель, которые Анна пила в кабинете следователя. Оказалось, они содержат те же сердечные гликозиды, которые убили Швеца. Он вполне мог рассказать дочери или будущему зятю о завещании. Как бы молодые люди не говорили, что их наследство не интересовало, у них был серьезный мотив. Желание помешать Алексею Швецу подписать завещание. И средство было, которое могло убить председателя колхоза. Но самое главное, отпечатки пальцев со стакана, которые жених подал Анне, совпали с отпечатками на дверной ручке гостиничного номера. Все эти факты делали Анну Швец и Александр Иваненко подозреваемыми. На следующий день оперуполномоченный Шейко, проверяя алиби Анны и Александра, навестил их друга, инженера фастовского завода «Красный Октябрь» Андрея Прощенко. Да вы стучите, стучите, молодой человек, он дома, еще и с гостями. Спасибо. Откройте, милиция! Откройте, милиция! Что случилось? Добрый день. Оперуполномоченный Шейко. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз... Прощенко сказал, что с Анной и ее женихом они уже месяц не виделись. Странно. Они утверждают, что были у вас в это воскресенье и уехали лишь в понедельник. А соседка говорит, что они сейчас у вас. Понятно. Разрешите. Кажется, нам есть что обсудить. Может, кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? Анна и ее будущий муж объяснили. Они приехали к Андрею, чтобы тот подтвердил их алиби. Не понимаю. И зачем это надо? Если вы действительно здесь были. Андрюша будет свидетелем у нас на свадьбе. И в воскресенье мы... Ну... Ну... Ну, мы все-таки отмечали. Все закрыл, все запер. Жаль, тут калитка плохо закрывается. Конспирация. Так даже интереснее. Давай. Ну, держи. Так, вино, девчонки. Да. По чуть-чуть. Спасибо, Андрюша. По чуть-чуть. Ну, Настюша, давай. Ну что, Борька? Уже? Прям? Давайте. Борька. Ну, тихо, тихо, тихо. И чего же это вам так не терпелось-то, а? Настя, свидетельница, вечером уезжала в Ленинград к своему жениху. Он моряк и приходит на два дня в порт. Ну вот, торопились. Ну, хорошо. Предположим, что вы отмечали. А цирк вот ради чего? Прощенко растолковал, что работает на заводе инженером, член партии, его прочат на главного. И если вдруг где-то всплывет эта история с пьянкой во время похорон товарища Брежнева, Шурик, не в обиду, но я ничего подтверждать не стану. Так и запишите. В воскресенье и в понедельник я их не видел. Опер-уполномоченному нужно было до конца понять, как все было. Поэтому он обратился к соседке. Гражданка, извините. Да. Опер-уполномоченный Шейков. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Я вас слушаю. Гражданочка, а вы не подскажете, когда в последний раз гости приезжали? Ну, значит, они приехали в воскресенье днем. Сколько их было? Кого? Гостей. Их трое. Он четвертый. Они же смеялись. Соседка слышала смех и была уверена, что молодые люди в доме что-то праздновали. Я поначалу думала, что они празднуют кончину генерального секретаря. Паскуды такие. А потом, знаете, слышу. Горько, горько. Явно свадьбу отмечают. А долго они праздновали? По словам соседки, Прощенко и его гости вышли со двора в понедельник утром в половине одиннадцатого. В фастовском таксопарке подтвердили, что на адрес Прощенко был вызов. Следователь вызвал таксиста для дачи показаний. Таксист рассказал, что из фастова он с Анной и ее женихом выехал в десять тридцать, а на месте они были примерно в полдень. Какой адрес? Госпитальная 4 к гостинице. Я их к главному ходу подвез, но они туда не зашли, а вошли в обход. Ну и дальше что? Я своей девушке не смог дозвониться, решил обратно ехать. А тут они из-за угла выходят и опять ко мне. А назад поехали в фастов? Нет, в Белую церковь. Ну что, мои хорошие, я жду от вас наконец-то правдео признания и искреннего раскаяния. Молодые люди признались. Они знали о том, что нынешняя сожительница председателя колхоза Наталья Федорчук убеждала любовника переписать дом на нее. Не мне, родной дочери, а ей. Вот кто его убил. Не сама, так чужими руками. Знала, что завещание с утра оформит все. Живой он ей больше не нужен был. Но эта Наталья всего бы забрать не смогла. Аня наследница все-таки первой в очереди. Ну вот эти вот все суды, волоки-то, сами понимаете. А у Ани больное сердце. И вы решили брать быка за рога, да? Александр договорился с личным водителем Швеца, своим бывшим одноклассником, чтобы тот сообщил, если его начальник соберется в Киев. И вот утром, в понедельник, он мне позвонил. Он знал, что мы у Андрея. И сообщил мне, в какой гостинице остановился Алексей Юрьевич. В каком номере. И говорит, что нужно зайти через черный ход, там дверь настишь. Так а поехали вы, зачем туда? Ну как зачем? Поговорить, убедить. И как прошел разговор? Никак. Никакого разговора не было. То есть вы утверждаете, что в гостиничном номере Швеца вас не было? Нет. По данным следствия, дверь действительно была заперта. Администратор ее открыла запасным ключом. Дарья Романовна, которая утверждала, что видела в коридоре мужчину в черном, Александра не опознала. Тот был высокий брюнет, а этот коренастый и светловолосый. И, наконец, дорога от Вастова до Киева занимает менее полутора часов. Таким образом, машина, которая, по данным диспетчера таксопарка, выехала в 10.30 на месте, была не ранее 12.00. Согласно заключению судмедэксперта, к этому времени Швец уже был мертв. Очевидно, пришло время поговорить с сожительницей Швеца Натальей Фидорчук, которая проживала в доме председателя колхоза. Следователь Комаров приехал в село Пилипча сразу после похорон Швеца. Ой, боже жмей, та ты ж сама казала, шо дом цей ненавидишь, га? О, а вы хто? Следователь Комаров. Расследую убийство Алексея Юрьевича Швеца. Владимир Маркович, скажите, этой женщине пусть отсюда убирается. Ну, это не в моей компетенции. Наталья была уверена, что завещание подписано. Когда Швец звонил из Киева, уверял, что идет к нотариусу. Одно могу сказать вам, что до нотариуса он не дошел. И завещание не оформил. Как? Анечка, пошли на свежий воздух. Идем, идем. Идем. Господи, а мне что теперь робити? Наталья Петровна, скажите, что вы делали в понедельник с утра до половины третьего? Так на работе была. В кого хотите, спросите, меня півкохоза бачила. А ваш Алексей Юрьевич накануне ни с кем не встречался? Ні. Тіки улєшка дідюра племінний бюрін, тіно ж тіки шубачили. Тіки він був. Дядь Леша, одолжи деньг. Скільки? Чотири тисячі. Мені на «Жигуль» не хватає. Швець объяснил, що одолжити таку суму не може. У дочери свадьба. Собирається молодым дарить копейку. Ну, а за «Жигуль» деньги отдал уже? Дякую. Думаю. Тазовец какой-то мутный. В машині год, вроде в порядці. Чувствую, то ли біта, то ли в середості стояла. Ще гнить начнє. Мені тут один варіантик подвернувся. Вчера в Києві був. Возле парадного у друга сорвал. Вам то помодорчики ще заставить? Оставь. Продам новий вас 2106. Парень знал, как можно купить машину без очереди. По объявлению. Выйдет немного дороже, но зато машина завтра уже будет стоять во дворе. Так а ты что? Так он говорит, можно две сделать. Заманчиво, конечно. Но вокруг мошенников полно. Так ты назначь встречу в гостинице. Там и деньги спокойно посчитать можно. Спокойно поговорить. Ну, и если что, он просто так с деньгами никуда не денется. Давай, Щупан. Давай. Оно ты, объявление. Молодой человек, племянник. Олежка. Дедюра. Олежка. Где живет? Да поруч тут. Мы майже сусиды. Дома Олега Дедюры не было. Вроде бы только со следователем говорил, а найти его нигде не могли. Комаров решил немедленно разослать ориентировку на парня. Причина вот в этом объявлении. Обычно, когда объявления срывают, приклеенные уголки остаются на доске. С обратной стороны должны быть остатки клея. Но у объявления, которое Олег Дедюра оставил своему дяде, не было оборванных краев, ни следов клея. А значит, парень ниоткуда его не срывал. Значит, версия о человеке, который продает модную тогда шестую модель «Жигули» – выдумка. На объявлении был номер телефона. Следователь поручил оперативникам выяснить, кто его хозяин. Оперативник Шейко прибыл по адресу, по которому был зарегистрирован телефон из объявления. Здесь проживала Галина Павловна Сидоренко. В гостиничном номере найден мертвым председатель толхоза Алексей Юрьевич Швец. Причина смерти – передозировка сердечных гликозидов. Следствие установило, при погибшем была крупная сумма. Она исчезла. Сожительница Швецара сказала, что за день до смерти Алексей встречался с племянником Олегом Дедюрой. Тот принес объявление о продаже машины в Киеве. По указанному номеру телефона нашли квартиру. Она принадлежала Галине Сидоренко. Оперативник направился к ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперуполномоченный Шейко. Разрешите войти? Да, да, конечно. Входите, пожалуйста. Вот как чувствовала, что вы придете. Почему? А вот, полюбуйтесь, во что он новую кастрюлю превратил. Ну вот как я это теперь отмою? А вы еще не мыли? Так чем? Белизной, что ли, попробовать? Разрешите? Оперативник Шейко попросил хозяйку повременить с чисткой. Похоже, постоялец использовал посуду для приготовления растительного экстракта. В общем, пока не трогайте. Алкоголь какой-то, что ли? Я утром захожу в комнату, а он в трубку. Крепость 19. И осекся, когда увидел, что я вошла. Какая такая крепость? Может, напиток крепость 19? А вас не было в квартире, когда он готовил? Нет. Я это... Галина Павловна рассказала, что уехала в воскресенье к дочери в боерку и на неделю взяла постояльца. Он сказал, что приехал на похороны отца, а у мачехи не захотел останавливаться. А документы какие-то оставлял от вашего Гена? Да, 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 сейчас. Вот, он предъявил водительское удостоверение. И я все точь-в-точь переписала. Великотский, Геннадий Николаевич, Ростовская область, Азовский район. Я могу это взять? Да, конечно. Спасибо. Оперуполномоченный попросил хозяйку описать постояльца. Я готова. Рубашка сатиновая, черная. Костюм строгий, черный, однобортный. Рост метр восемьдесят пять. Вы продавец? Портмига. Ну, так сказать, в отставке. Хорошо. А лицо его помните? Галина Павловна оказалась ценным свидетелем. Уже через час был готов портрет Геннадия. На кастрюле, которой пользовался постоялец, эксперты нашли частицы олеандра. Это крайне ядовитое растение. Оно содержит сердечные гликозиды, которые обнаружили в организме покойного швеца. Предъявленное квартирной хозяйке водительское удостоверение оказалось чужим. Его настоящий хозяин подал в милицию заявление об утере. Следователь Комаров ухватился за последнюю возможность хоть как-то выйти на реального постояльца. Он запросил детализацию звонков по номеру телефона Галины Павловны за последние дни. Значит так. ВТС нам дали информацию. С 14 по 17 ноября были зафиксированы звонки из домашних номеров трех человек. Кто эти люди, мы знаем. Ну и кто? Ну это сейчас не самое главное. Главное, что все они были при деньгах и все были знакомы с Олегом Дедюрой. Ты хочешь сказать, что Дедюра показывал объявление не только нашему председателю? Именно. Только где теперь искать этого Дедюру? В вашем коридоре, товарищ следователь. Привезли с пригородного вокзала. Сняли с Мироновской электрички. Ну как. Давай, давай его сюда. Олег Иванович, проходите. Привезли с пригородного вокзала. Ну, для начала вы ответите. Знаете этого человека? Впервые вижу. Зато у вас есть общие знакомые. 14 ноября он созванивался с вашим двоюродным дядей Алексеем Юрьевичем Швецом. Который 15-го умер в гостинице. Да, я знаю. Я был на похоронах. Вы же видели. А затем ваш бывший преподаватель. Владимир Иванович Фоменко. Пенсионер. Умер у себя дома. Сердечный приступ. 16 ноября. Понятия не имею. Он пожилой был, ему за 60 лет. А потом Владимир Петрович Лукьянов, врач-онколог Киевской областной больницы, попал в реанимацию 17 ноября. Не припомню такого. Удивительно. Ведь вы работали у него в отделении санитаром. Но не переживайте, он придет в себя и обязательно вас вспомнит. Может, у него память лучше? Может быть. Но что любопытно, вот это объявление было найдено в квартире швейцанра. Аналогичное у вашего бывшего преподавателя. И точно такое же у врача. Значит так. Олег Дедюра не собирался ничего признавать. Он знал, что имеющихся улик для доказательства его вины недостаточно. Олег Богданович, я бы на вашем месте в корне сменил бы тактику. Да? Почему? Ну, а потому что рано или поздно вопрос станет ребром. Кто был организатором преступления, а кто был всего лишь соучастником. И вот когда мы возьмем вашего подельника... Какого подельника? Кого вы возьмете? Где? Алкоголь какой-то что ли? Я утром захожу в комнату, а он в трубку. Крепость 19. И осекся, когда увидел, что я вошла. Крепость 19.00. А, так у нас одна в Киеве крепость. Киевская крепость. Самая большая земляная крепость в Европе. Ее начали строить еще в царствовании Петра Первого. А закончили через 180 лет. Когда стратегического значения она уже не имела. В свое время в крепости размещался военный штаб. Ее использовали как тюрьму для политзаключенных, госпиталь и склад боеприпасов, пока она не стала филиалом Музея истории Киева. По допросе задержанный Олег Дедюра признался, что именно сегодня в 19.00 возле крепости у него с Владимиром Карповым назначена встреча. Подельник должен отдать его долю. Карпова в тот же вечер при передаче денег задержали и доставили в кабинет к следователю. Итак, у нас есть преступная группа, которая, пользуясь доверчивостью граждан при деньгах, не просто отбирали у них честно заработанные средства, а еще убивают ни в чем не повинных людей. Чья идея? Он все спланировал и меня втянул в это дело. Гражданин следователь! Спокойно! Ты же сам все придумал. Сказал клиенты на тебе, а остальное на мне. Хорош заливать! Это он их убил. Я только деньги забирал. Интересно, но почему-то именно тебя в гостинице видела администратор. И на ключе, который ты, уходя, подсунул под дверь, обнаружены отпечатки лейкопластыря, которым перемотан твой палец. А еще? На футляре Карпова была полоска бисера. Нитка кое-где протерлась, и бисер понемногу сыпался. Его-то и обнаружили в номере Швеца. Это не означает, что я его убил. Ты же сам хвастался, рассказывал. На встречу с председателем колхоза в гостинице «Русь» Карпов явился в точно назначенное время. О! Что бы подышал? Деньги при вас? Конечно. Мы с вами люди порядочные, и все же. Вы просмотрите документы, а я пересчитаю деньги. Я пока машину не оформлю? Я тоже. Но мы же не будем с вами два часа в ГАИ раскладываться. Если все в порядке, там передадите мне деньги. Я вам верю. Вы же не подмените их на фальшивые. Тогда конечно. Ну что, тогда по маленькой и начнем. Давайте. Давай еще по одной. Поднимай, поднимай. Давай, давай. Ну и как я по-вашему, перед ним в бокал яд добавил? Меченый бокал, яд внутри был. А бокал этот найден у вас в портфеле. И уже отправлен на криминалисты. Ну, предугадать результаты экспертизы несложно. Поскольку с кастрюльками, которыми ты пользовался в квартире гражданки Сидоренко, криминалисты уже поработали. Яд ты нанес на один из бокалов. А с алкоголем он растворяется медленно. Поэтому с каждым глотком коньяка швец получал очередную порцию отравы. Хозяйка сварила и отравила мой бокал. Не надо вот этой вот комедии. На кастрюлях в квартире моих пальцев нет. Конечно. Ты же работал в перчатках. Вот в этих. В мусорном баке возле дома Галины Павловны нашли хозяйственные перчатки. Их надевал Карпов, когда варил отраву. Снаружи следы отравы, которые ты варил. А внутри твои фото жировые. Я ничего не упустил? Спокойно! Тихо сиди. Хитроумно в выстроенном плане была пара о грех, которые позволили следствию выйти на след преступников. Зацепками стали выброшены в мусорный бак хозяйственные перчатки, бисер и объявления без следов клея. Неопытность и жадность потолкнуло преступников к главной ошибке. Они решили заработать побольше в одном городе и по одной схеме. Наверное, рассчитывали, что в день похорон Брежнева никто не обратит внимание на смерть от сердечного приступа простого председателя колхоза. Владимира Карпова приговорили к исключительной мере наказания. Олега Дядюру к десяти годам лишения свободы. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. А че дверь открыта? День открытых дверей? Алло! Мам! 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 Ты дома? Да что ж такое? Что ж такое? Собаки, замок мыломали. Сейчас мы тебе... Дядь Кож, здрасте. Хорошо, что вы дома. Слушайте, ничего странного сегодня не слышали? Нет. А что? Да что, что. Обнесли нас. Ух ты! Когда? Сейчас? Может, сейчас, а может, ночью. Не знаю. Вроде дела. Вон, замок вскрыли, а в хате все перевернули, да и мать пропала. Ужас какой-то. Ну ты посмотри, что творится. Эта история произошла в Астрахани в конце 70-х. 28-летний Борис Седых зашел в гости к матери и обнаружил, что ее дом ограбили. Самой женщины не было дома. Борис подумал, что мать пошла звонить в милицию. В доме не было телефона, а до ближайшего автомата не менее 10 минут ходьбы быстрым шагом. Борис решил ее подождать. Боря, иди сюда. Что такое? Похоже на кровь. А следы видишь на земле? Как будто бы мешок с картошкой волокли. Следы к старому колодцу ведут. А разве вы им пользуетесь? В нем давно воды уже нет. Дядька! Вызови скорую! Скорее! Эмилицию! Беда! Ужас какой! Да, да! Я быстро! Ужас какой! На то, чтобы достать тело пенсионерки Галины Седых из колодца, потребовалось более часа. Борис не смог на это смотреть и ушел в дом. А в котором часу вы сюда пришли? Начало третьего. И что, уже все так было? Да. И входная дверь открыта. Вы ничего хоть руками не трогали? Нет. Посреди комнаты на полу валялся массивный табурет. Сидение было расколото в нескольких местах. Табурет использовали в качестве щита. А били чем-то тяжелым. Думаю, вот этим. Да. Ну что там у вас? Ну что, что. Один замок открыли ключом, а второй просто сломали. Позже, когда Борис пришел в себя и сам осмотрел дом, с его помощью оперативники составили список украденных вещей. Исчезли золотые украшения, столовое серебро и большой бобинный магнитофон. Понятно. Обломок свертыша, который Борис извлек из замка, так и остался лежать в его кармане. Оперативникам мужчина его не отдал. То ли просто забыл, то ли сделал это нарочно. Восстанавливая картину того трагического дня, сыщики выяснили, что утром Галина Степановна Седых не была дома. В тот день был праздник покрова, и пенсионерка пошла в церковь. Там ей стало плохо. Поднялось давление, потемнело в глазах. Из-за этого ей пришлось раньше уйти из церковной службы и вернуться домой. Вероятно, грабителя она застала врасплох. Вести дело поручили следователю прокуратуры Анатолию Корженко. Опытный специалист сразу обратил внимание на то, что преступник заведомо знал, когда Галина Седых не будет дома. Соседи говорят, что пострадавшая была той еще домоседкой. Уходила куда-либо редко, да и ненадолго. Именно. А тут еще и воскресное утро. Кто полезет грабить дом в такое время? А этот полез. Видимо, не чужой он человек Галини Седых, если так хорошо знал распорядок. На рукояти топора, которые нашли в доме, остались отпечатки пальцев. После экспертизы выяснилось, что принадлежат они самой Галине Седых. Получалось, что женщина, застав в доме грабителя, сама набросилась на него с топором. Да... Баба, видать, бойкая была. Топором защищалась. В тот же день были готовы результаты вскрытия Галины Седых. Умерла от падения в колодец. Ее в колодец живую бросили? Полагаю, да. Возможно, без сознания, но живую. А что с раной на голове? Рана-то серьезная, но не смертельная. Единственная открытая травма на теле глубокое рассечение чуть выше левого виска, в котором мы обнаружили занозу. И под ней я установил, что били табуретом. Табуретом? Да. Ты, кстати, угощайся. Ну, давай. Здорово, слушай, спасибо. Я целый день голодный, мотаюсь, ничуть. Предполагая, что убийца достаточно близко знал свою жертву, следователь решил начать с опроса родственников, друзей и знакомых Галины Степановны. У нее было два сына, младший Борис и старший Иван. Корженко переговорил с обоими, но следствию они ничем помочь не смогли. Зато кое-что ценное рассказали соседи убитой. Они часто видели младшего сына Бориса в компании некого Василия. Время от времени они вместе приезжали к Галине Степановне, а еще регулярно посещали местную пивную. Продавщица этого заведения, Елена Снегирева, постаралась вспомнить, о чем говорили приятели. Ты знаешь, ты сам покажешь. Если еще раз вы у меня тут бокалы побьете, не пущу больше. Ну, Михаил, 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 ну ты что, мы ж культурные люди. Мы ж культурные люди, Михаил. Молей по бокальщику. А лучше по два. По два. Со слов Снегиревой, всякий раз одна и та же история. Напьются и либо бузят, либо на жизнь друг другу жалуются. Василий часто сетовал на то, что, мол, никому он в этой жизни не нужен. У Бориса был свой конек. Он обижался на свою мать. Однажды, перебрав, он особенно разошелся. Ты понимаешь, Лась, мы с братом к ней всей душой. Ну? А она с нами, как с крепостными. В каком смысле? Да. Ну, и мы же впахиваем на нее, понимаешь? Впахиваем. А на голове все она себе забирает. Она вот, шиш с маслом. Думает, что мы вот это все пропьем. Она что, у вас богачка? Шутишь, а то... И где же она прячет деньги? У себя в кровати. Ага, я сейчас кое-что под матрасом. Я сам лично видел, как она вот туда зашивала. Ладно. Забудь. О каких таких деньгах вообще идет речь? Немолодая женщина. Давно на пенсии. Живет сама. Ей это уже не повредит. Я не знаю, что, где и как. Но тут многие были в курсе. Если нужно было достать икорку хорошую осетровую, то это Галине Степановне. Ага, вот оно как. Это многое объясняет. Похоже, Галина Седых была связана с браконьерами, которые специализировались на ловле осетровых и продаже сверхдефицитной черной икры. В 60-е годы черная икра продавалась в советских магазинах относительно свободно. Ее не разбирали. Дорого и непривычно. В 70-е народ немного разбогател, деликатес распробовал. Икра мигом исчезла с прилавков. Невзирая даже на то, что цену подняли с 16 до 40 рублей за килограмм. Черная икра стала чем-то вроде твердой валюты. Баночка зернистой была лучшей благодарностью за оказанную услугу. Фарцовщики меняли ее на импортные товары. На черном рынке цена на икру в несколько раз превышала установленную государством. Неудивительно, что в местах обитания осетровых, на Волге и Каспи, создавались целые браконьерские артели. Они добывали и солили икру в промышленных масштабах, а потом через перекупщиков отправляли крупные города. У Галины Седых проблем с законом никогда не было. А вот у ее мужа, Георгия Ильича, целых три судимости. Кстати, он сейчас отбывает срок за драку с поножовщиной. Выглядело все так, что он просто на рыбалке с мужиками повздорил. Но я с ребятами говорил, которые тем делом занимались, они уверены, и все так просто. А я и сам уже догадался. Хочешь, Габриш? Кто-то хотел устранить конкурента, да? Что-то вроде того. Говорят, Седых чьи-то сети вычистил. Его за этим занятием поймали. Он отбивался и мужика ножом пырнул. Понятно. Пять лет дали, три уже отсидел. Еще та семейка. Георгий Седых и до этого не раз подозревали в браконьерском лове. Правоохранители считали, что он наладил что-то вроде семейного дела. Сыновья помогали ему на реке, а жена Галина солила икру и передавала ее перекупщикам. Поймать Георгия и Галину на горячем так и не удалось. Если бы не та история с поножовщиной, вполне возможно, что Георгий Седых и до сих пор бы ходил на свободе. Из полученной от свидетелей информации Анатолий Корженко сделал вывод. Галина Седых, после того, как ее муж угодил за решетку, взяла руководство делом на себя. Загадочного приятеля Бориса Седых, того самого Василия, нашли. Оказалось, он был двоюродным племянником Галины Степановны. Парень был родом из деревни. В Астрахань перебрался год назад. Устроился работать в такси. Получил койку в общежитии. Анатолий Корженко перехватил Василия на выезде из таксопарка. Добрый вечер. Василий Подольский? Да, что случилось? Мы расследуем убийство вашей тетушки, Галины Степановны. Я думаю, вы можете нам помочь. Конечно, конечно. Но чем? Где вы были в прошлое воскресенье утром? На работе. Утренняя смена. Она мне хорошо запомнилась. Чем же запомнилась? Ну, скажем так, это был не самый удачный день. В 6 утра я перехожу в таксопарк. Сел за руль, а бак пуст. Я на медзазаправку. Заправлялся он всегда в одном и том же месте. И был знаком с оператором АЗС. Здорово, Сергеич. Привет. Василий Подольский рассчитался талонами, залил топливо в бак. Но машина не заводилась. Водителю пришлось реанимировать ее прямо на автозаправке. И долго вы с ней возились? Да ну его, блин. Ну, часа два с половиной. Может, три. Карбюратор снял. Продул. Трубки продул. Ну же, говорю, уточка еще-то выгрузит. Мне надо просто бак до пустого выкатывать. Там на дне мусор остается. Потом бензобак затягивает. Хорошая машина у вас. Не спорю. До свидания. До свидания. Вскрытие показало. Галину Седых убили около половины девятого утра. Кассир автозаправки подтвердил, что Василий Подольский ремонтировал машину с девяти утра. Плюс дорога. Добраться от АЗС до дома Галины Седых не менее получаса. Выходит, Василий не мог убить свою тетку, так как в момент убийства возился со своей машиной на другом конце города. Расследование ненадолго затормозилось. Но тут в деле случился неожиданный поворот. Угадайте, кого к нам участок привезли. Игорек, я сейчас как угадаю у тебя чем-нибудь. Угадай чем. Кого там привезли? Братьев Седых. И Бориса. И Ивана. На дне колодца обнаружен труп Галины Седых. Дом пожилой женщины ограбили. Пропали золотые украшения, дорогой магнитофон и столовое серебро. Сыщики выяснили, что незадолго до убийства сын Галины Борис рассказал другу, что мать в доме прячет огромные деньги. Личность друга установили. Им оказался таксист Василий Подольский. В момент убийства женщины парень был на автозаправке. У него сломалась машина, и он провозился с ней не меньше двух-трех часов. Угадайте, кого к нам участок привезли. Игорек, я сейчас как угадаю в тебя чем-нибудь. Угадай чем? Кого там привезли? Братьев Седых. И Бориса. И Ивана. Да ладно. Несколько дней назад мать похоронили, и уже на реку вышли сети ставить. Неа. Избили какого-то мужика до полусмерти. Хорошо, что патрульный УАЗик на соседней улице стоял. Наши быстро приехали, скрутили, те и пикнуть не успели. А это хорошо. В пивной, когда там случилась драка, за кассой стояла уже знакомая сыщиком продавщица, Елена Михайловна Снегирева. Снова здравствуйте. Что-то зачастили мы к вам, да? Скоро будете нас встречать, как дорогих гостей. Ой, не хотелось бы. Вы уж простите. Понимаю. Ну и что у вас тряслось? Кто на кого набросился? Елена Снегирева рассказала, что инцидент случился вечером, перед самым закрытием. Братья Седых пили пиво и о чем-то тихо разговаривали. Тут в зал зашел еще один завсегдатый заведение. Никита Шеленко. Ты? Да как ты посмел сюда прийти? Да ты что, мужики? Помнишь? 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 Вроде какая-то заточка. Совсем небольшая. Хотелось бы узнать мотив. Тут ничем помочь не могу. Как они говорят, базара не было. Сразу была драка. Правда, когда Борис ударил этого несчастного железной штуковиной, он сказал одну фразу. Угу. Какую? Ты это оставил в доме моей матери. Несколько раз повторил, и все. Больше ни слова. Больше ни слова. Пока. Пострадавшего Никиту Шеленко, 40-летнего местного жителя, отвезли в больницу. Его состояние оставалось критическим. Вот эту штуку мы у него из шеи достали. Ну, это же свертыш. То есть, обломок от свертыша. Точно. Ты забыл это в доме моей матери. Помните, кассирша рассказала? Да, помню. Поговорить без шелента, а, доктор? Нет. К сожалению, выяснить подробности происшествия у пострадавшего не удалось. Врачи не разрешили с ним разговаривать. На входной двери в доме Галины Седых стоял относительно простой замок. Вот такой, сувальдного типа. Открывался он вот таким ключом. Но у преступника ключа не было. Поэтому он воспользовался специальным инструментом, который в воровской среде называется свертышем. Оперативники изучили биографию пострадавшего и выяснили, что Шеленко дважды сидел за квартирные кражи. Удалось установить, что дверь в доме Галины Седых вскрыли именно этим свертышем. Теперь предстояло установить, как он попал в руки сына убитой, Бориса. Откуда у вас эта вещица? Первый раз я ее вижу. Вы пытались ее помощью лишить жизни человека. При свидетелях. Отпираться глупо. А еще мы знаем, что этим свертышем открыли дверь в дом вашей матери. Вы понимаете, что для вас это означает? Что? А это означает, Борис, что вы наш основной подозреваемый. Да вы в своем уме что? Абсолютно. Для суда доказательств хватит. Ну, как-как-как? Ну, я думаю, что вы маму не убивали. Вот. Да, я... А улику скрыли. Зачем? Ну, я ее достал из замка перед тем, как вы приехали. Прятали зачем? Ну, я хотел сам отдать этому уроду. Почему на Шеленка подумали? Во-первых, потому что он домушник. А во-вторых, он угрожал нам, что обнесет нашу хату. Ну, мы... У нас это не первая стычка, понимаете? Мы рядом вместе рыбачим. Ну, и бывало, знаете, как приходишь на свое прикормленное место, а он уже стоит там. Ну, просишь отойти, и тут... Ну, и начинается. Что же из-за мелкой ссоры на реке он полез к вам в дом? Да, ну, нет. Ну, там просто сгорела его лодка перед этим. И он подумал, что это мы с Ваней ее сожгли. А это были вы? Ну, конечно же, нет. Дней десять назад братья заехали к матери помочь по хозяйству. Когда работа была закончена, Иван и Борис сели ужинать. И тут в дом ворвался Шеленка. Что, сидим? Что случилось? А лодка моя сегодня утром сгорела. Ваших рук дело. Вы его сожгли, я знаю. Ты успокоился. Я никуда не уйду, пока вы за меня не рассчитаетесь. Сыпана, сожгли мою лодку. Только их рук дело. Вы это сделали? Мам, ты чего? А, а как вы? Так проваливай отсюда по-добру, по-здорову. Если дел больше нету... Хорошо, я уйду. Сыпана, ну, учти. И вы мотайте на уздорожье. Я с вас не слезу. Если больше других дел нету, так напиши заявление в милицию. Никита Шеленка ушел ни с чем. Борис и Иван посмеялись и на следующий день благополучно забыли эту историю. Ну, мам. Теперь вспомнили, да? Ну, ну, да. Ну, вы понимаете, он просто раньше был домушником. Я сразу же подумал, что это Никита сделал. Ну, мы с братом встретились, обмазговать, как бы его, ну, наказать за это все. А тут он лоб в лоб, ну, и понеслась, понимаете? Оперативники обыскали дом Шеленка. Каких-то воровских инструментов для вскрытия замков не нашли. Зато в кладовке обнаружили целый склад засоленной в банке черной икры. Так вот из-за чего у них на рыбалке ссоры возникали. Да, браконьеры жестко за кусок дерутся. Вполне может быть, что братья Седыхи правда Шеленка лодку сожли? Это запросто. Но, поскольку гражданин Шеленка так и не обратился по этому вопросу в правоохранительные органы, это не наше дело. Ого! Я в жизни такого не видел, а! Что это? Так это же самодур. Снасть такая ленивая. Ее расставляешь, и рыба обязательно зацепит. Самодур. Надо запомнить. Но, судя по величине крючков, Шеленка с этой штукой не на платку ходил. Но главная находка ожидала сыщиков в гостиной. На шкафу оперативники обнаружили бобинный магнитофон. Точно такой же пропал из дома убитой Галины Седых. Странный воришка этот Шеленка. Нет, чтобы спрятать такую приметную вещицу. Так он ее на самое видное место выставил. Я за своей зарплатой такое могу только мечтать. Других украденных вещей не нашли. Но Шеленка вполне мог их спрятать. Никита Шеленка пришел в себя и мог давать показания. Настало время с ним пообщаться. Мы нашли в вашем доме шикарный магнитофон. Давно он у вас? Дней десять. Откуда он? Мне его отдали. Это не подарок. Вроде как компенсация за ущерб. Я, кажется, понимаю, о какой компенсации идет речь. Только не говорите, что вам этот магнитофон Иван и Борис Седых подарили. Нет, не они. Их мать Галина. Оказывается, он приходил в дом Галины Степановны еще раз, чтобы переговорить один на один. Она сказала, что денег не даст. Предложила магнитофон. И его еще Жора, муж ее покупал. А потом, как сел, вещь без дела осталась. Я и согласился. Еще бы. А почему она так поменяла свое мнение? Какие у вас аргументы нашлись? Это личное. Оставлю при себе. А то, что правду говорю, могу доказать. Подозреваемый рассказал, что к Галине Степановне его подвез приятель по работе. А потом еще и домой подкинул с магнитофоном. С этим человеком связались. Он полностью подтвердил историю, рассказанную Никитой. Хотя Шеленко не договаривал, чем ему удалось так припугнуть бывалую браконьершу, что она согласилась расстаться с довольно ценной вещью. В список украденного из дома магнитофон попал потому, что мать не сообщила своим сыновьям о сделке, которую заключила с их врагом. А те, не найдя магнитофон дома, решили, что грабитель забрал его. Следствие затормозилось. Но ненадолго. Только получив список украденного, Анатолий Корженко распорядился проверить местные барахолки. Рыбацким языком следователь действовал по методу ловли на самодур. Самодур – снасть с целой гирляндой крючков. Опытный рыбак, чувствуя поклевку, не торопится вытаскивать леску, а ждет, чтобы как можно больше рыбы нацепилось на его крючки. Чем больше крючков, тем больше шансов на успех. Оперативники приметили на рынках нескольких перекупщиков, спекулянтов, которые не проходили по этому делу, но сами того не замечая, уже висели на крючке. Ждать нужного улова Корженко пришлось недолго. Да нет! Серебро! Погожим воскресным утром на небольшой стихийной толкучке на окраине города крутился молодой человек и предлагал прохожим купить у него столовое серебро. Женщина! Серебро надо? За этим занятием его и застали оперативные работники. Надо серебро? Женщина, серебро! А не мельхиор? Какой мельхиор? Серебро! Ложки и вилки были очень похожи на те, что пропали из дома Галины Седых. Молодого человека задержали и отправили в участок. Он оказал серьезное сопротивление. Обычные спекулянты так не нарываются. Ну что, Петр Ершов, чем вам не угодила старушка Галина Седых? Да не знаю никакую Галину Седых. Я эти ложки пару дней назад у мужика купил. Он подходит ко мне на остановке и говорит, купи. Ну, алкаш какой-то, опохмелиться надо было. Ну, я купил. Купил, думал, продам подороже. Ну, пару рублей заработаю. Где вы были в прошлое воскресенье утром? Так, а... Ну, где, где? Ну, дома спал. Ну, до 11-ки. Как нормальные люди. Это может кто-то подтвердить? Да не думаю. Я один живу. Нет, ну, есть соседи, конечно, но мы же не следим друг за другом. Петр Ершов работал на стройке. Имел комнату в коммунальной квартире. Жил небогато. Из мебели только самое необходимое. Ничего. Пусто. Я вижу, что пусто. На осмотр помещения времени много не потребовалось. Да, не жирует, товарищ Ершов. Не жирует. У человека, к слову сказать, только две рубашки. Одна на нем сейчас, а вторая здесь валяется, перемазанная чем-то. Мазут. Рукава рубашки были перепачканы каким-то черным маслянистым веществом. Из кармана пиджака, который висел на вешалке, следователь извлек ворох из отрывных автобусных билетов. Ого, как орехов у белки. И все на пригородный автобус. Наш подозреваемый регулярно бывает за городом. От соседей сыщики узнали, что у Ершова есть девушка. Зовут ее Мария Беглая. И живет она в поселке Красные Баррикады в 20 с лишним километрах от Астрахани. Ершов часто к ней ездил, а еще чаще созванивался с ней по телефону. Поскольку телефон в квартире был один на всех и стоял он в общей прихожей, вся коммуналка знала о личной жизни Ершова. Последний раз он созванивался с Марией накануне вечером. Соседи слышали, что Ершов обещал наконец свозить любимую на море. Говорил буквально следующее. Ты же знаешь, нужно просто немного подождать. Эти слова заинтересовали следователя. Они позволяли сделать предположение, что Ершов посвящал Марию в свои дела. Утверждение подозреваемого в том, что в день убийства Галины Седых он был дома и поздно встал с постели, не подтвердилось. Соседи рассказали, что в то воскресенье Ершов, напротив, очень рано ушел из дома и вернулся поздним вечером. Марию Беглую быстро нашли и приехали к ней домой. Для нее это стало большим сюрпризом. А вот с Ершовым вы давно знакомы? Нет. Точнее, знакомы давно, но близко общаемся месяцев 8. А что? Ничего. Просто хочу понимать, мог ли он вам доверить свои тайны. А не будет большой наглостью, если я попрошу вас сделать нам чайок. Очень пить хочется. На дне колодца обнаружен труп Галины Седых. Дом пожилой женщины ограбили. Пропало столовое серебро, золотые украшения. Через неделю сыщики задержали Петра Ершова. Он пытался продать на стихийном рынке украденное из дома Галины столовое серебро. На допросе парень утверждает, что к убийству не имеет никакого отношения. 14 октября был дома. Поздно проснулся. Столовое серебро купил у какого-то мужика пару дней назад. Но слова Петра не подтверждаются. Следователь решает поговорить с девушкой Ершова. Она наверняка может больше рассказать о его делах. Какая красота! А можно я посмотрю? Это вам Петр преподнес? Нет, это мое. Мне на 16 лет подарили. А вот я думаю, что вы говорите неправду. Эта вещица у вас совсем недавно. И преподнес вам ее Петр. Вы не могли бы снять колечко? Нужно посмотреть его поближе. Нет. Почему? Я не могу не сниматься. Кольцо и правда застряло на пальце. По размеру не подходило. На то, чтобы его снять, девушке потребовалось едва ли не полкуска детского мыла и минут 10 времени. Квартиру осмотрели. В кухне под раковиной нашли чемодан. А в нем часть столового серебра и коробочка с золотыми украшениями. Теми самыми, что пропали из дома Галины Седых. Откуда это у вас? Так, ладно. Отвечайте на вопрос, да или нет. Это Петр принес? Да. Но это не его. Это его друга. Они приезжали вместе в прошлое воскресенье. И Петя попросил, чтобы это осталось у меня. Вы же знали, что в чемодане? Сначала нет. Потом не удержалась и посмотрела. А что за друг? Как выглядел? Он не заходил в квартиру. Он ждал в подъезде. Петр Ершов приезжал не один. Значит, работал с сообщником. Оставалось установить личность этого человека. Ершов сотрудничать со следствием категорически отказывался. Корженко размышлял, как найти приятеля Ершова. Это Ершов? Да. А когда фотография сделана? В этом году на Майске. Скажите, а давно Ершов сбрил усы и постригся? Он сбрил усы? Значит, недавно. Когда мы последний раз виделись, он выглядел так, как на фотографии. Прекрасно. Так, ребята, закругляемся здесь. Мне еще нужно сегодня кое-что проверить. Мне кажется, я знаю сообщника Ершова. И рубашку ту заберите, вымазанную. Проверьте, во что она перепачкана. Я думаю, что это машинное масло, но надо знать точно. Анатолий Корженко пришел на автозаправку, где в день убийства сломалась машина Василия Подольского. В самом начале расследования он фигурировал в качестве подозреваемого. Скажите, вы хорошо видели Василия Подольского? Он стоял рядом с вами? Ну, что значит хорошо? В окошко видел. Он быстро сунул мне талоны, так же быстро заправился и отошел к машине. А знакомы вы с ним хорошо? Ну, с чего бы это? Он просто заправлялся у нас. Скажем так, я его знал в лицо и не более того. И в этот раз вы его лицо хорошо видели? Ну, я же говорю, мельком, в окошке. Что он, девушка, чтобы его рассматривать. Посмотрите, пожалуйста, может быть так, что вы видели этого человека? Так это ж он и есть. Кто? Как кто? Таксист этот, Вася. Да, мы говорим о нем, но на фото не он. В довершении ко всему выяснилось, заправщик немного близорук, а очки не носил. Стеснялся. На снимке, найденном у Марии Беглой, ее парень Ершов выглядел, как полная копия Василия Подольского. Сходство поразительное. Корженко вспомнил рубаш, как у Ершова с перепачканными рукавами и его осенило. Сообщником Ершова был Василий Подольский, который, вероятно, и вломился в дом Галины Седых, пока Ершов устраивал на заправке костюмированное представление, обеспечивая ему алиби. Позже выяснилось, что рукава рубашки действительно были испачканы машинным маслом в перемешку с дорожной пылью. Хватит дурака валять! Вы алиби обеспечивали Подольскому, пока он в чужой дом лез. Можете пойти как соучастник, а можете за убийство, которого не совершали. Хорошо. Ершов признался, что в то воскресное утро он подменил Василия Подольского за рулем его такси и отправился на заправку, где разыграл заранее подготовленное представление. Потом я ждал Васю в условленном месте, в лесопосадке. Он вышел туда через огороды, через поля. Я подъехал и забрал его. Он деньги хотел украсть, но их там не нашел. Зато нашел золотые украшения и столовое серебро. Этим и поживился. Потом это все надо было куда-то спрятать. Я живу в коммуналке, Вася в общаге, и мы решили отвезти это все Маше. Пришлось ехать вечером к ней автобусом. А машину Вася в парк отогнал. На следующий день Ершов снова приехал к ней. Оказалось, что любопытная Мария уже заглянула в чемодан. Девушка успела перемерить все украшения и уже представляла себя богачкой. Кроме того, она надавила на Ершова и заставила его хоть что-то продать. Да пойми, ты... Рано еще. Пусть полежит. Петь! Ну ты чего? Петя? Ну разве ты не хочешь отвезти меня в Сочи? Ершов поддался. Он согласился попробовать продать столовое серебро, на чем в итоге и погорел. Хорошо. Василия Подольского задержали, когда он, сдав смену, возвращался с работы домой. А что случилось? Я же все, что знал, уже вам рассказал, ребят. На украденных золотых украшениях нашлись отпечатки пальцев троих людей. Ершова, его девушки Марии и Василия Подольского. Что вы от меня хотите? А мне не нужно ваше признание. Улик достаточно. Я просто хочу дать вам шанс упростить работу судьям и скостить себе срок. Ваш напарник, кстати, именно так и сделал. Понимая, что шансов уйти от возмездия у него не осталось, Подольский согласился дать показания. Да, да, это я убил Галину Сидых. Василий Подольский и Петр Ершов познакомились минувшей зимой. Подольский подвозил Ершова на такси. Оба сразу заметили, что похожи друг на друга, как родные братья. Разговорились. Оказалось, что помимо внешности у них есть еще кое-что общее. Желание сорвать куш и однажды утром проснуться богатым человеком. И не беда, если для этого придется приступить закон. План по ограблению двоюродной тетки Василий Подольский вынашивал два месяца. Из Бориса Сидых он вытащил всю необходимую информацию. Преступник выбрал время, когда Галина Степановна гарантированно не будет дома. Утро 14 октября. Подольский, бывая в гостях у Галины Степановны, обратил внимание на замок. Заранее вооружившись инструментом для его взлома, он принялся за дело. Вот только опыта в таких делах у него не было. Подольский провозился очень долго, сломал свертыш, да к тому же не смог вытащить из замка обломок. Ах ты ж! Решив, что разберется с этим позже, он зашел в дом. Ладно, потом. грабитель искал деньги. Украшения и прочие ценности его интересовали меньше. Не хотелось потом их сбывать. Это дело хлопотное и рискованное даже для опытного домушника со связями в воровском мире. Поэтому Подольский сразу направился к кровати хозяйки дома. Именно в матрасе, по словам Бориса Седых, таились несметные богатства. Черт! Никогда не слушай идиотов! Грабитель перерыл в доме всю мебель, но денег нигде не было. Правда, Подольский нашел золотые украшения Галины Степановны и решил, что на худой конец сойдет и такой улов. Вася! 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 В этот момент Подольский понял, что назад пути нет. И как потом утверждал на допросах и в суде, нанес удар рефлекторно. Женщина упала на пол и не подавала признаков жизни. Василий не смог нащупать пульс. Подольский решил спрятать тело и не придумал ничего лучшего, чем сбросить его в старый колодец, после чего сбежал. Про обломок свертыша в замке он, конечно же, забыл. потом я ушел в огородный, сидел в посадке, пока за мной не приехал Петя. подольский но это мы знаем. Но я правду не хотел убивать. Это вышло само собой. Расскажите об этом в суде. Забирайте его. Суд не поверил в раскаяние Василия Подольского, но принимая во внимание его согласие сотрудничать со следствием, вынес не самый суровый приговор. 12 лет строгого режима. Петр Ершов отделался намного легче. Ему дали 5 лет, а через 3,5 выпустили по УДО. Братья Борис и Иван Седых за попытку убийства Никиты Шеленко получили 7 лет колонии. На свободу они вышли раньше убийцы их матери. Василий Подольский отбыл весь срок, освободившись вернулся в родную деревню, а через месяц исчез. Еще через две недели его труп выловили в Волге. Причину смерти установить не смогли. Был ли это несчастный случай или Подольского настигла запоздалая месть, так и осталось загадкой. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Пойду, догоняй. Пятерочка сэр. Пятерочка у тебя. Вот черт! Вы ее знали? Ночью у одного из домов в небольшом городке Бровары Киевской области нашли труп 37-летней Зинаиды Решетниковой. Женщина умерла между полуночью и часом ночи. Никаких следов насильственной смерти на теле погибшей вначале не обнаружили. Казалось, что Решетникова выносила мусор, оступилась и в темноте неудачно упала, ударившись головой о мусорный бак. Несчастный случай, не более, если бы небдительность судмедэксперта так бы и считали. Что за спешка, Игнат Алексеевич? Ага. То есть вы будете утверждать, что ее все-таки убили? Судмедэксперт показал следователю Степанову пятно на спине жертвы и объяснил, это след от удара. Падение произошло из-за того, что кто-то сильно толкнул женщину в спину. А почему же сразу не заметили? Судмедэксперт объяснил следователю, что такое случается, если смерть наступает сразу после удара. Сосуды и ткани повреждены, а кровоподтек не успевает образоваться. То есть вы утверждаете, что была борьба, ее схватили за руку, она вырывалась, затем удар, падение, результат очередно-мозговая травма несовместимая с жизнью. вырывалась, удар, и князь Алексеевич, это очень важный момент, отразите детально в отчете. Была борьба, она сопротивлялась, ее схватили за руку, она вырывалась, удар и падение, травма. Так, так, что же мы имеем подделать с Нагидой Решетниковой? Степанов изучал материалы осмотра место происшествия. Улик по делу Зинаиды Решетниковой было крайне мало. Семья убитой, муж и дочь, в своих показаниях утверждали, что уже спали в то время. Никаких зацепок, которые могли бы вывести на след убийцы, в материалах дела не было. Что там у наших сыщиков? А вот это пальчики. Оперативник рассказал, что на мусорном ведре криминалисты нашли отпечаток пальца. Он не принадлежал ни Зинаиде Решетниковой, ни кому-либо из членов ее семьи. И... И все. Не густо. А что, Костя? Наверное, пришло время прокатиться нам в бровары. Следователь решил лично допросить мужа Решетниковой и ее дочь Надю. Но ничего нового они ему не сказали. Лишь повторили свои показания. Зачем женщина вышла ночью выносить мусор, они не знают. Врагов у Зинаиды не было. Жила семья дружно, ругались редко. Значит, кто мог желать смерти вашей жене, вы не знаете. Если не ошибаюсь, она работала продавщицей? Да, в Киеве, в мебельном. А на работе у нее как дела обстояли? Коллектив-то все-таки женский. Всякое может быть. Не знаю. Зина не жаловалась. А мусор? На ночь глядя, часто она выносила примет, это все-таки дурная. Говорят, денег не будет. Частенько. Не терпела она запах мусора. да и не суеверная была. А денег и так нет. Не теряй с деньгами. Следователя удивило, что муж Решетниковой пожаловался на отсутствие денег в их семье. Степанов помнил, что на Решетниковой в момент смерти была дорогая кофточка из тонкой ангоры. Вещь по тем временам редкая. В середине 70-х в Советском Союзе начинается настоящий бум моды на вязаные вещи. Юбки гаде, длинные кардиганы, жилетки, береты и шарфы грубой вязки носят ценители стиля. Мало у кого есть возможность привезти эти вещи из-за границы. Большинство вяжут сами или пользуются услугами вязальщиц. Особенно популярным в концу 70-х становятся изделия из импортного махера и ангоры. Но достать эту пряжу не так просто, да и стоит она недешево от 10 до 15 рублей за 50-граммовый моточек. На кофту нужно 5-7 мотков. Но чего не сделаешь ради того, чтобы походить на любимых артистов, которые на страницах журналов «Советский экран», «Огонек», «Работница» щеголяли в модных свитерах и вязаных платьях. Когда следователь упомянул ангоровую кофту, которая была на убитой, дочь Решетниковой сказала, что это ее вещь. Мать просто накинула ее в ту ночь. Эту кофту мне мама на день рождения связала. Она и себе такое хотела, но не успела. Ответь, родички. Степанов присмотрелся, к девушке и отметил, что та очень похожа на мать. Один рост и комплекция. Она действительно очень похожа на маму. Следователь предположил, что причиной смерти ее матери могла быть случайность. Женщину просто перепутали с дочерью. Скажите, а в последнее время вы ни с кем не ссорились? Только с Валеркой. Девушка призналась, что у нее был школьный приятель Валера Черныш. Когда его забрали в армию, их отношения прекратились. Вернувшись, Черныш стал преследовать девушку. Требовал, чтобы вернулась к ней. Стой, поговорить надо. Пусти, я закричу. пожалеешь, ты знаешь мой характер. Хватит меня пугать. А не прикрытишь таскаться за мной, я велиции напишу. Посмотрит, что будет. Наденька, скажите, а этот... Валера Черныш. Валера Черныш. Он что за человек? Да разделяй он. Нам он с Зиной никогда не нравился. Валерий Черныш 20 лет. Жил в броварах с рождения. Местные жители хорошо знали его буйный нрав. Парень горячий и вспыльчивый. Надя Решетникова и Валера встречались со школы. После окончания парня сразу призвали в армию. Месяц назад он демобилизовался и узнав, что девушка его бросила, не раз прилюдно угрожал ей. Требовал, чтобы Надя вернулась к нему. Две недели назад Черныш устроился рабочим на одну из киевских строек. От матери парня оперативник узнал, что Валера все реже появляется дома. Говорил, что ночует в Киеве у приятеля. В ночь, когда убили Зинаиду Решетникову, Черныш дома не ночевал. Но, как выяснилось, и у приятеля его тоже не было. Черныш утверждал, что с работы освободился только под утро, так что к убийству Решетниковой не причастен. А вот прораб говорит, что ты ушел вместе со всеми в 6 часов, а к товарищу своему ты так и не дошел. До настройки я был. А прораб вообще не в курсе. Я вчера, когда со смены уходил, меня сторож воротах догнал. Говорит, ему там подменить на пару часов. Жена у него в больнице. Вот я и согласился. А сам он вернулся только в полночь. Валер, я вот понять не могу, с какой-то радостью сторож новичку стройку доверил. Так он меня туда сам и устроил. Я сыном его служил. А про Надьку я и думать забыл. Шалава она, как и мать ее. А мать здесь при чем? Знаете, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Интересненько. Черныш рассказал, что за неделю до убийства стал свидетелем ссоры между Зинаидой и ее мужем. Из услышанного парень сделал вывод, что Сергей получил анонимное письмо, в котором говорилось об измене Зинаиды. Теперь мне понятно, откуда у тебя эти шмотки и деньги. Спасибо, сказал бы. Мы на его деньги ремонт сделали и Надю одели. Ты с ума сошла. Ты мне рога наставляешь. Я тебе спасибо, говорит дом. Не собираюсь больше обрадоваться. Достал. Зина, подожди. А что еще слышали? Все. Вы лучше в оборот Надькиного отца берите, а не меня. Следователь Степанов, да, Игнат Алексеевич, внимательно. Господи. Беседу следователя с Чернышом прервал звонок судмедэксперта. Он сообщил, что готовы официальные результаты вскрытия. Согласно им, погибшая была беременна. Срок небольшой, 9 недель. Знал ли муж Решетниковой о том, что его жена ждала ребенка? Если знал, то почему не сказал следователю? Кроме того, в своих показаниях Сергей ничего не рассказывал об испорченных отношениях. Кто же врал? Муж, чтобы отвести от себя подозрения, или Валерий Черныш, который утверждал, что стал свидетелем семейной ссоры Решетниковых. Когда следователь переговорил со сторожем, тот подтвердил, что в момент убийства Решетниковой парень действительно находился с ним на стройке. к тому же отпечаток пальца на мусорном ведре был не черныша. Следователю предстояло выяснить, мог ли иметь отношение к убийству Зинаиды и ее муж Сергей. Сергей Федорович, как вы могли скрыть от следствия такую важную деталь? Упущено самое главное время. Я не хотел чернить память жены, да и дочь расстраивать. Я, конечно, понимаю, что это очень удобная позиция, но меня мало волнуют ваши заботы. Я должен найти убийцу. Признавайтесь, прямо сейчас, говорите правду, было письмо или нет? Да, было, где-то за неделю до смерти и без подписи. Мужчина рассказал, что письмо подкинули под дверь, когда он был дома один. В нем говорилось, что Зинаида любовница директора мебельного магазина, ее начальника. Ты обо мне не думаешь? Так подумай хоть о Наде. Она взрослая уже переживет. Мы вообще скоро в Киев уедем. А ты оставайся здесь и живи как хочешь. Неудачник. Я развода не дам. Кто тебя спрашивать будет? Господи! Ну, очевидно, и раньше вы подозревали о чем-то похожем. Сергей признался, что еще до этого письма стал догадываться о том, что у жены появился кто-то на стороне. Она поздно возвращалась с работы, поменяла прическу, да и с ним вела себя холодно. Да ее понять можно. Я геолог часто в экспедициях пропадаю. Да и денег зарабатываю мало. Воровать не умею, в отличие от любого ника. Да. Сергей Федорович, подумайте еще раз. Вы ничего не забыли, не упустили? Малейшая деталь может помочь. Я всю правду сказал. Все, что знаю. Значит о том, что Зинаида беременна, вы не знаете. Новость о беременности жены потрясла Сергея. Мужчина признался, что год назад уговаривал Зинаиду родить еще одного ребенка, но женщина наотрез отказалась. А любовнику пожалуйста? Ну, а почему вы так категоричны? Ведь срок такой же большой, 9 недель, может быть, Зинаида просто забыла вам или не успела об этом сказать? Да она уже полгода к себе не подпускала. Да я все лето, больше трех месяцев в экспедиции был. Ну, мы проверяли с мая по август. Это точно не мой ребенок. Вы любовничка проверяете. Ночью недалеко от дома нашли труп 37-летней Зинаиды Решетниковой. Первоначальная версия женщина пошла выносить мусор, упала и ударилась головой. Но суд медэксперт установил, женщину толкнули, на теле обнаружили следы борьбы. Решетникова была на девятой неделе беременности. Под подозрение попадает муж убитой. Мотив ревность. Сыщики выяснили, что у Зинаиды был обеспеченный любовник. Она собиралась развестись и уйти к нему. И ребенка ждала не от мужа. Но Решетников категорически отрицает свою причастность к смерти жены. Проверить слова Сергея относительно его экспедиции не составляло труда. Он говорил правду. А вот знал ли мужчина о беременности супруги, проверить невозможно. Саму Решетникову уже не спросишь, а Сергей стоял на своем. О ребенке не знал. Но факт того, что у покойной был любовник, мог бы повести расследование в новом направлении. Следователь решил выяснить, действительно ли Зинаида крутила роман со своим начальником. Также волновало следователя, кто прислал Сергею анонимное письмо. Кстати, вот оно. Большая удача для следствия, что Сергей от него не избавился. Когда провели экспертизу, выяснилось, что анонимка напечатана на портативной переносной машинке марки Эрика. В эпоху советского самиздата любое тиражирующее устройство находилось под строгим надзором спецслужб. Ходила даже легенда, что перед тем, как завести подобное оборудование на предприятие, с каждой машинки и ротопринта берут образец шрифта, чтобы потом было удобнее определить, где и кем размножена запрещенная литература. Но портативные печатные машинки не подвергались такому контролю. Самой популярной из них была ГДРовская Эрика. Ее называли любимой и диссидентов. Дело в том, что Эрика могла сделать от 4 до 6 копий листа, а на папиросной бумаге все 10. До свидания. До свидания. После признания мужа Решетниковой следователь решил поговорить с директором мебельного магазина. Добрый день. Следователь прокуратуры Степанов. Клавдия. Скажите, а Илья Васильевич на месте? А Илья Васильевич уехал в главу. Секретарь Шаваровского обмолвилась, что обычно после визитов в главк ее шеф на работу не возвращается. Но предложил исследователю подождать. В этот момент Степанов обратил внимание на портативную машинку, стоящую на столе у девушки. Это была Эрика. Какая у вас интересная машинка. Такая маленькая. Да, рабочая поломалась, все никак не могут заменить, поэтому пришлось принести из дома. Сколько же уже чинят рабочую машинку? Около трех недель. А шеф тоже на ней работает? Было пару раз, но чаще меня просят. Клавдия, может быть и я вас попрошу о маленькой услуге. Пока мы вместе ждем шефа, будьте вы так любезны напечатать маленький, но очень нужный мне документик. Легко. Ну а как начальник Илья Васильевич он строгий? Строгий, но справедливый. Девушка рассказала, что Воровский, в отличие от его зама, ведет себя со всеми уважительно. Скажите, а у шефа служебные романы были? Ну я смотрю, у вас коллектив в основном женщины и все хорошенькие. Ну вот что вы все об одном и том же. Вот можно подумать, каждый директор со своим секретарем. Ну, Илья Васильевич не такой. Он очень порядочный человек. Никогда ничего лишнего он себе не позволял. вот ваш документ. Огромное спасибо. Не за что. Вы знаете, Клавдия, вот что, у вас много работы и в приемные люди ждут, да и у нас своих дел хватает. Мы, наверное, пойдем. А Илья Васильевич как появится, вы ему скажите, пусть он позвонит мне. Образец, который отпечатала секретарша Воровского на машинке в приемной, по оттиску букв на бумаге полностью совпал с анонимным письмом. Как только эксперты дали свое заключение, машинку изъяли. Вот она. Оттиск, который она оставляет на бумаге уникален, так же, как и отпечатки пальцев. Получив на руки заключение экспертов, следователь попытался побеседовать с Воровским, но на протяжении сдать его на работе не удалось. То у него совещание в управлении, то доклад в отделе торговли областного исполкома складывало впечатление, что Воровский избегает встречи со Степановым. Да вы что себе позволяете? Это что, тридцать мой год снова? Отпустите меня в конце концов. Вы какое имеете право забирать меня в разгар совещания? Я что, уже подозреваемый, что меня под конвоем увозят? Следователь не стал ждать, пока директор мебельного выкроет для беседы с ним время в своем плотном графике и вызвал его повесткой, которую Воровскому отдали прямо в руке. Илья Васильевич, вы человек занятой, да и у нас лишнего времени нет, поэтому давайте сразу по делу. Скажите, как долго длились ваши отношения с Зинаидой Решетниковой и было ли вам известно о ее беременности? Это не ваше дело! Мое, мое, Илья Васильевич, здесь прокуратура и я расследую убийство, так что будьте добры. Вот ищите убийцу, а я к смерти Зины не имею никакого отношения. А мы ищем, ищем. Скажите, это вы написали? Что за чушь? Не писал я этой гадости. Зачем мне это надо? Ну, хотя бы для того, чтобы Решетникова ушла к вам. Она бы и так ко мне ушла. если бы жива была. Воровский признался, что как только Решетникова узнала о беременности, стала требовать от него узаконить их отношения. И ты прекрасно знаешь, почему. Я жду твоего ребенка. Я же не отказываюсь ни от тебя, ни от ребенка. Ну, давай ты наконец уже разведешься, переберешься своих броваров в Киев. Я куплю нам кооперативную квартиру. Будем прекрасно жить, будем воспитывать ребенка. Ну, ты пойми, мне до пенсии всего ничего осталось. Если я сейчас разведусь, меня мигом с должности попроют. Ты предлагаешь мне стать своей содержанкой? Зин, не передергивай. Ты прекрасно знаешь, я тебя люблю. Мы будем видеться каждый день, будем ездить в отпуск. Ну, что еще нужно? Давай так. Она согласилась? Да, согласилась. Зина, баба умная была, рассудительная. Тут я узнал о том, что Зина беременна. Такое чудо, это был бы мой ребенок. я в любом случае бы записал его на себя. Может, не сразу, конечно, но главное, чтобы дитё знало, что я отец. Понимаете? Скажите, Илья Васильевич, а кто еще мог знать о ваших отношениях с Зинаидой? Жена знала. Как-то позорились с ней. Насчет пасынка моего. Она в запале возьми да ляпни, что знает про назыны. Интересненько. Скажите, Абония. И рассказал, что конфликт с женой разгорелся из-за того, что он перестал давать деньги своему пасынку Дмитрию Девяткину. Мужчина вложил внушительную сумму в кооперативную квартиру, куда планировала перебраться Зинаида. Накоплений осталось немного, вот и решил экономить. Ты не можешь лишать мальчика денег. Он тебе как сын. Это твой сын. Хорошо? К тому же, если он хочет денег, пусть идет работать. Я в его годы уже вовсю грузчиком вкалывал. К тому же, мы подарили ему жигуленок. Пусть хотя бы на этом жигуленке едет грачок. Думаешь, я не знаю, откуда ноги растут? Думаешь, тебя за это по головке погладит? Вылетишь со своего кресла? И партийный выговор получишь за аморалку? Я за свое кресло не держусь. Я уже свое в нем отсидел. И вполне могу уйти на пенсию. А там на пенсии партийный билет не требуется. Но тебя заразу и твоего балбеса я в этом случае оставлю без денег. Понимаешь? Совсем без денег. Поэтому ты мне не угрожай. Хорошо, от тебя эта молодуха крутила. Думаешь, ты первый у нее такой? Не смей чернить Зину. Зина. Денег больше не будет. Привыкайте. Скажите, а как вы думаете, кто мог сообщить вашей супруге о ваших отношениях? для меня это загадка. Мы с Зиной как партизаны были. Воровский рассказал, что свои отношения они с Решетниковой держали в тайне. На работе вида не показывали. Встречались в местах, где их никто не увидит. Скажите, а супруга ваша приходила к вам на работу в последний месяц? Да, заходила пару раз. Тогда скажите, а она могла написать подобное анонимное письмо? Кто их знает, этих баб? У них на уме и на что они способны? Следователь поинтересовался у Воровского, где он и его жена находились в момент убийства. Мужчина признался, что ту ночь провел дома один, а жена уже месяц отдыхает в Одессе, в санатории. Значит, алиби на момент убийства у вас нет. Не нужно мне алиби. Я не убивал. Слова Воровского относительно пребывания его жены в санатории подтвердились. Женщина действительно больше месяца проходила там курс лечения, так что никак не могла написать и подбросить анонимку, как, впрочем, и убить. Что же касается самого Воровского, его отпечатки не совпали с теми, что были найдены на мусорном ведре. Также эксперты выяснили, что его манера печати отличается от той, в какой было напечатано анонимное письмо. Это можно определить также, как принадлежность почерка. В машинопечатном тексте, как и в письменном, есть свои особенности. Например, сила нажатия клавиш. Оперативники тщательно проверили, кто еще из работников магазина мог воспользоваться печатной машинкой. Но кроме секретарши и Воровского доступа к ней никто не имел. Клавдия, вы догадываетесь, зачем я вас пригласил? Нет. На вашей машинке, той самой маленькой, был отпечатан один очень важный документ. Улика. Анонимное письмо. Из ваших слов, машинкой пользовалось два человека, вы и... И Илья Васильевич. Из этого следует. Либо кто-то воспользовался машинкой в ваше отсутствие, и вы об этом не знаете. Либо вы, Клавдия, чего-то не договариваете. Вы хотите сказать, что я кого-то покрываю? Но это не так. Нет, вам я, конечно же, верю. Вспомните, может быть, кто-то оказался в приемной в ваше отсутствие. Нет, ну я же не дура. Нет. Кого-то постороннего оставить в приемной. Да нет, такого не могло быть. Не торопитесь. Может быть, кто-то из знакомых. Ну, Димка оставался. Ну, буквально на пару минут. Димка. Ну, Дима Девяткин. Дима Девяткин. Пасынка Ильи Васильевича. А когда это было? Ну, как раз тогда, когда я машинку принесла. Он мне еще помогал. Девушка рассказала, что в тот день захватила из дома машинку, чтобы не бегать в бухгалтерию. У магазина встретила пасынка Воровского. Увидев Клавдию, парень вызвался ей помочь донести машинку. Алло. Да. Да. Доброе утро, Илья Васильевич. Доброе утро. Угу. Сейчас. Шефа сегодня не будет. Можешь не ждать. Угу. Хорошо. Все. По словам девушки, Девяткин немного растерялся, а потом попросил позвонить. Можно мне позвонить, да? Да, да, да. Звони, только никуда не уходи, пока я не вернусь. Скажите, а как долго он оставался один в приемной? Минут десять. Клавдия, за это время можно было напечатать анонимное письмо? Дома, да. Ночью недалеко от дома нашли труп 37-летней Зинаиды Решетниковой. Экспертиза показала, Решетникову толкнули, в результате чего она упала и ударилась головой. Выяснилось, что незадолго до ее смерти муж Зинаиды получил анонимное письмо, в котором сообщалось о неверности его жены. Любовником Решетниковой был директор мебельного магазина Илья Воровский. Под подозрение следователя попадает Дмитрий Девяткин, пасынок Воровского. Скажите, а как долго он оставался один в приемной? Минут 10. Клавдия, за это время можно было напечатать анонимное письмо? Думаю, да. Вы занимаете такой ответственный пост, ну что же вы сразу не сказали? Я не, простите, я не подумала. Я пришла, он сидит, машинка стоит на месте. Ну, я же не знала, я даже подумать не могла. Да, простите меня, пожалуйста. Дмитрий Девяткин, студент третьего курса Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, пасынок Воровского. У парня оказался пестрый послужной список. Девяткин любитель поиграть в карты на деньги. Недавно он продал подаренный ему автомобиль Жигули. По информации мелкого Шулера парень проиграл около 7 тысяч рублей. Хотя сам по себе этот факт еще не давал повода подозревать Девяткина в убийстве. Следователь выяснил, что парень живет не в городе, а на даче, которая как раз находилась в Броварах. Чтобы организовать проверку Девяткина, Степанов обратился за помощью к участковому, который работал в том районе. войдите. Моя фамилия Девяткин. Вызывали? Вызывали. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Вызывали. И чего вызывали? Вызывали вас, гражданин Девяткин, потому, что ваша дача находится на моем участке. Сейчас, извините, мне буквально тут еще пару слов. Не могу же я делать два дела одновременно. Так давайте я в другой раз зайду. Да не, ну неудобно, вы же уже пришли. Сейчас, сейчас, буквально еще несколько букв. На моем участке Да вы до ночи это будете печатать. Дайте напечатать. Возможно. А вы мой почерк разберете? Разберу, разберу. Лучше расскажите мне, зачем вызвали. Давайте. извините. Да. Так при чем там моя дача? Ну, пока ни при чем. Дело в том, что на моем участке возросло количество краж. я пригласил вас для того, чтобы предупредить о том, что если вы увидите что-то необычное, что-то новое или подозрительное, чтобы сразу нам сообщали, чтобы не тянули. И это все? Ну, конечно. Начальство нас обязало предупредить всех дачников, чтобы они были осторожны, чтобы двери закрывали. Дверь держите закрытой. Это же дача. Вот здесь, пожалуйста, мне распишитесь, что я вас проинструктировал. Ерунда какая-то. Хорошо, давайте вашу повесточку. Вот, мы же беспокоимся о вашей даче. Всего доброго. И ради этого я сюда пришел, да? Да, может быть и так, а может быть и нет. Сейчас посмотрим. Такс, вот ради этого ты сюда пришел. Прекрасно. Анатолий Иванович, здравствуйте. Ну, я вас порадую. Девяткин ваш просто профи. Тут мне за пару секунд целые две строчки напечатал. Вот текст, который Девяткин напечатал в кабинете участкового, а это анонимное письмо. Сравнительная экспертиза подтвердила, что печатал их один человек, Дмитрий Девяткин. Но не это стало главной уликой против парня. В отчете криминалиста с места преступления значилось, что рядом с убитой нашли ведро для мусора. Вот оно. На нем обнаружили отпечаток пальца, хозяина которого долго не удавалось установить. Но когда его сравнили с пальчиками Девяткина, все совпало. гражданин Девяткин заставили вы нас побегать почти месяц. Зато улики доказательств хоть отбавляй. Познакомьтесь. дактилоскопия, заключение судмедэксперта, тросологическое, доказание свидетелей и так далее, и так далее, и так далее. По полной тебе Девяткин светит, по полной. Это все отчим виноват. Если бы он тогда денег дал, ничего бы не было. Ну, кто виноват, а кто нет, это суд будет решать. А ты давай сразу чистосердечно колись, зачем убил Зинаилю решать. Я мать хотел спасти. Парень признался, что крупно проигрался в карты. Его предупредили, что если не отдаст долг, вначале убьют мать, а потом и его. Он пришел просить денег у отчима. Мы это уже обсуждали. Извини, денег я тебе больше дать не могу. Но мне очень нужны эти деньги. Ты хотя бы учись нормально. Хотя бы стипендия будет. 40 рублей. не хочешь так хоть дай в долг. Дима, я тебя тянул, пока ты был маленький. Но теперь извини, больше не хочу. когда мне отчим денег не дал, я свою машину продал. Но все равно еще 3000 был должен. Где же ты собирался такие деньги найти? Девяткин признался, что около тысячи рублей выиграл у своих сокурсников, а остальное пришлось просить у матери. Мам, тут только 300 рублей. это все, у меня есть. Ты же обещала отчима попросить. Он не дал. Дима, зачем тебе деньги? Какая разница? Машина сломалась в ремонте. Он всегда давал. Почему сейчас не дал? Любовница у него. Это почему? Он теперь ей деньги отдаёт. Тогда она мне рассказала про эту продавщицу. Ну, про Решетников. Думал, напишу анонимку, они расстанутся, и отчим опять будет деньги давать. И когда у тебя не получилось расстроить отношения отчима Зенита, решил её убить? Так? Нет. Хотел поговорить, обсудить, но она... По словам Девяткина, он хотел рассказать Решетниковой правду про карточный долг и про то, что его жизнь в опасности. Рассчитывал, что узнав про это, женщина попросит у Воровского денег. Успокойся, спокойно скажи, что ты хотел. Если они отдам деньги, они убьют маму. Не буду я для тебя просить Ульи деньги. Ты пришла к нам в дом, помоги нам сейчас, когда нам это так нужно. Они всех нас убьют. Вы невелика потеря. Живёте как трудни на шее Ульюши. У нас вообще с ним скоро будет своя семья. Как ты заставил Решетникову одну выйти ночью на улицу? Да просто. Позвонил из телефона автомата, представился и сказал, что если она не выйдет, то я сам приду и будет хуже. Она вылетела пулей. Но я не хотел её убивать. просто как-то разозлился и... Что ж ты скорую помощь не вызвал? Не знаю. Да она во всём сама виновата. Зачем ей был нужен этот наш отчим? Только ради паршивых денег. Но деньги, допустим, они и тебе были нужны. Только я вот что тебе скажу. Зинаида Решетникова была беременна. А твоего отчима. так что две жизни Девяткин. Две. Вот так-то. Суд учёл сотрудничество Девяткина со следствием его помощи в изобличении нескольких членов преступной группы профессиональных шулеров. Дмитрия судили за убийство, совершённое по неосторожности. Он получил три года лишения свободы. Отсидел два с половиной и был освобождён досрочно за примерное поведение. Воровский сразу после суда развёлся с матерью Дмитрия Девяткина, оставив ей квартиру. Ни со своей бывшей женой, ни с пасынком мужчина больше видеться не хотел. Твёртвёртвёртвёртвёртвёртвё Уг Louise